всем привет мои дорогие подписчики гости моего канала с вами как всегда марина канал taru diamond dream и хочу предложить сегодня вам расклад на тему добавлю еще один вариант я сейчас вот таким образом на тему можно ли доверять вашему партнеру причем здесь не обязательно мужчина да вот с которым вы в отношениях находитесь а в принципе любой человек которого вы загадаете причём вы можете загадать несколько человек хоть по каждому человеку по каждому варианту на каждое сердечко мы просто посмотрим в принципе можно ли доверять этому человеку может быть это ваш муж может быть это ваш партнер может быть жена может быть там я не знаю деловой какой-то коллега важда либо деловой партнер либо вообще соседка по лестничной площадке или сосед не важно Можете загадать любого человека. И использовать я буду колоду 2-й универсальный ключ. Будем вытягивать всего по одной карте. Это будет экспресс-расклад. Недолгий, неутомительный. В общих чертах посмотрим, можно ли доверять этому человеку. Конечно, я понимаю, что это понятие весьма растяжимое, но все же. Итак, вариант номер один. Номер два, три, четыре и пять. Определяйтесь с вашим выбором. Долго не думайте, я всегда об этом говорю в каждом своем видео. Доверяйте своей интуиции, потому что она никогда нас не подводит. И то, что вам показалось правильным в самом начале, Скорее всего, так и будет для вас. И еще я хочу взять по одной карте совету. Как вам вообще лучше вести себя с этим человеком? Давайте возьмем по карте совету. Из другой классической колоды, золотой тару, для каждого варианта. Вариант номер один, номер два, три, четыре и пять. Все. Если вам необходимо время для того, чтобы подумать, решиться на какой-то из вариантов, Ставьте видео на паузу, а мы будем начинать. Вариант номер один. Желтое сердечко. Можно ли доверять этому человеку? Да, этот человек заслуживает доверия. Этот человек серьезный. Этот человек даже в чем-то, знаете, таких, мало того, что семейных традиций. Он вообще, в принципе, человек традиций. Может быть, немножко старомодный. Но в этом есть своя прелесть. Этот человек чтит семью, крепкие отношения старших, родителей, более старшее поколение. Как я уже сказала, может быть, немножко старомоден, ностальгирует по-прошлому. С такими людьми обычно у детей, если это, допустим, ваш отец или мать, ну или человек постарше вас, могут возникать какие-то даже конфликты поколений, проблемы отцов и детей. Но, тем не менее, этот человек стабильный, этот человек надежный, и доверять ему можно. Как какой-то, я не знаю, минус это или нет, что он может быть немножко ханжой, может быть немножко таким зажатым, слишком уж требовательным, ну, с точки зрения морали может предъявлять какие-то требования, но человек надежный. И как вам вести себя с ним? Да как? Прекрасно. Кстати, у тех, кто выбрал первый вариант, это, скорее всего, кто-то, какой-то член вашей семьи должен быть. Либо муж, либо жена, либо отец, мать, либо сестра, или еще что-то. Потому что здесь выпали оба аркана семейные. Как вести себя с этим человеком? Любить его, понимать, что он любит вас, и что он не причинит вам никакого вреда. Замечательный, просто прекрасный вариант номер один. Поздравляю тех, кто его выбрал. Этот человек действительно достойен вашего доверия. Вариант номер два. Достоин ли этот человек вашего доверия? Ну, с этим человеком у вас могут быть какие-то проблемы, какие-то конфликты. Может быть, вы вообще с ним в расставании, может быть, в ссоре, может быть, вы, ну, как-то какую-то боль друг другу причинили. Причем вы можете здесь испытывать чувство вины, либо, наоборот, обижаться на него. Я не могу сказать, что этому человеку нельзя доверять. Но это человек непростой. Это человек, который долго принимает решения. Это человек с таким духовным миром, в который далеко не каждого он пустит. Это человек где-то в чем-то загадка, где-то закрытый, где-то для вас, возможно, непонятный. Вы не понимаете, чего от него ожидать. Но здесь явно по девятке мечей, как вам себя вести с ним, да? Я бы сказала, можно было бы сказать, бояться этого человека, да? Но нет, тут бояться его не нужно, потому что Аркан, на самом деле, неплохой семеркой Пентаклей. Но здесь явно отыгрывается что-то, как какие-то натянутые между вами отношения. Поэтому я бы сказала, ну, думайте, как, наверное, с этим человеком установить правильный контакт, потому что, в принципе, он неплох, этот человек. Нет. И тут нельзя сказать, доверять ему, не доверять. Нормальный человек, но со своими какими-то таракашками в голове, и вы его недопонимаете. И, как я уже сказала, между вами нечто могло такое произойти. Старайтесь наладить контакт. Это единственное, что можно сказать. Итак, третий вариант. Ой, не боится. Красное сердечко. Можно ли доверять этому человеку, как себя вести с ним? Человеку доверять можно. Человек стабильный. Человек, так же приблизительно, как по первому варианту, он традиционных взглядов. Это человек, с которым можно пойти в разведку, можно сказать даже так. Стабильный, основательный. Может быть, вы с ним находитесь в отношениях. Это может быть ваш партнер, либо это какой-то член вашей семьи. Но здесь человек действительно вот можно. Видите, четыре жезлов – это очень четверка жезлов. Хороший аркан, который говорит о стабильности, об основательности человека, о том, что он не из тех, кто будет бежать в сторону, влево-вправо, либо где лучше прикормили, либо вас обманывать, предавать или так далее. Нет. Это стабильный, хороший, надежный человек. Доверять ему можно. Как себя вести с ним? Знаете, вот с такими людьми, когда живешь на одной территории, порой бывает, становится скучно немножко. И хочется даже. Может быть, я сейчас скажу плохую вещь, но тем не менее, если это ваш муж, к примеру, или партнер какой-то, то вас будет тянуть на какие-нибудь впечатления на стороне более яркие, потому что уж слишком это все стабильно, уж слишком как-то все так может и в болото в итоге превратиться. Поэтому можно сказать так. Немножко подбавляйте в ваше отношение с ним остринки, немножко активности, немножко даже чуть-чуть, если не агрессии, то какой-то энергии такой горячей. Потому что этому человеку это тоже необходимо. Хоть он и стоит на своих четырех таких вот ногах, как стул, да, но тем не менее, здесь в ваших отношениях с ним должен быть некий поток еще какой-то свежей энергии. Вот это вы можете привнести в ваши отношения. Но только, пожалуйста, ни конфликты, ни разборки, ничего такого. Четвертый вариант, потому что вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Четвертый вариант. Можно ли доверять этому человеку? Категорически нет. Это не значит, что человек у нас плохой, к примеру, да, обманщик или еще что-то, но по многим причинам здесь человеку доверять нельзя, потому что этот человек может нанести вам удар в спину, посмотрите на этот аркан, тогда, когда вы не ожидаете. Этот человек может быть резким, этот человек, который может что-то прерывать, что-то заканчивать очень, так знаете, больно, либо просто наносить боль конкретно ударом в спину. Здесь на этом аркане именно в спину воткнуты мечи. Обратите внимание. Поэтому нет, нет. Этому человеку лучше не доверять. Держите ухо востро. Четвертый вариант. Я бы сказала, довольно такой жесткий этот человек. И как себя вести? Да, вот смотрите, пятерка кубка выпала. Да лучше не имейте с ним отношения, либо, знаете, ограничьте себя как-то. Если у вас были с ним отношения, ну и оставьте их в прошлом. И смотрите в будущее с надеждой. Поэтому здесь однозначный вариант. Нет. Лучше с этим человеком дел не иметь. Пятый вариант. Можно ли доверять этому человеку? Здесь сложно будет сказать, можно ли доверять или нет. Этот человек вас чем-то разочаровал. Возможно, этот человек вообще, с которым вы были в отношениях, он ушел из ваших отношений. Либо вы, если это не ваш партнер по отношениям, а просто какой-то человек, вы можете с ним некие недопонимания иметь и на эмоциональном уровне тоже как-то какие-то у вас бывают терки, недопонимания. В общем, вам здесь с этим человеком сложно. Поэтому говорить, доверять или нет, я не могу сказать, что ему доверять нельзя. Нет. Но это на эмоциональном уровне вы, в принципе, с ним в унисоне. Но что-то происходит, нечто такое, что не удовлетворяет ни вас, ни его, и отношения ваши не складываются. Поэтому здесь вопрос не о доверии, а о том, что, в принципе, хорошо вам с этим человеком или не очень. Поэтому здесь мы не будем говорить, доверять ему или не доверять. Здесь быть или не быть с ним, но решать, конечно, вам. И как вести себя? Ну, вот видите как, все-таки по пятому варианту, скорее всего, это партнерские действительно отношения, скорее всего, любовные, либо это родственные отношения с этим человеком. Он, кстати, мог уйти из вашей жизни, но он ушел на время, на время. Здесь тоже такая может быть ситуация, что человек просто ушел, и он этим вас разочаровал, и вам сейчас плохо от того, что он ушел. Вы страдаете от того, что он ушел. Но вести себя с ним как? Любить его надо, дарить ему этот кубок эмоций, потому что, по всей видимости, дорог он вам. Раз выпал такой аркан, значит, несмотря на его уход, либо он постоянно уходит от вас, либо он ушел один раз, да, и вы сейчас страдаете. Но тут единственное, проявлять эмоции все равно хранить этот кубок, да, чувств драгоценных, и, возможно, этот человек когда-то все-таки повернется к вам лицом. Вот такой интересный у нас получился сегодня расклад. Большое спасибо за то, что были со мной. Если мой расклад вам понравился, развлеклась, был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех целую, люблю. Желаю вам только безоблачных, прекрасных отношений, очень гармоничных. Пока-пока, до следующего расклада.